Испортбетс.com Чем больше ставок, тем больше бонусов. Вознаграждение за первый депозит до 600 долларов. Испортбетс.com Живой азарт и холодный расчет. Проверим свою теорию касательно наиреи. Повезет ли ему... Да, да. Я вот тут с ним списывался. Спрашивал, как вообще у него дела. Пожелал ему, естественно, удачи. Потому что это единственное, наверное, чего ему пока не хватает. Написал, что он уже покатал друидом. Не знаю, потратил ли он свой анлак в этих матчах, покатав друидом. Посмотрим, действительно. Да, да. В ранге вроде не упал, но поглядим. Но бывает всякое, мало ли. Да, да. Бывают разные вещи. Мы пока просто ждем, когда ребята начнут. Вообще, что можно сказать вновь по этим игрокам. То, что к Сиксу, например, в данный момент 47-й легендарный ранг имеет. Это уже достаточно серьезный аргумент. Нарея в данный момент только второй. Но он обычно к концу сезона подтягивается. И он зачастую в топ поднимается стабильно почти каждый сезон. Ну, видишь, тут еще Dreamhack был. Именно поэтому он не успел наверняка использовать по максимуму время. Потому что, если вы помните, он был на Dreamhack Summer 2015 у нас. И не так давно вернулся. Буквально несколько дней назад закончился этот турнир. Поэтому низкий ранг может быть обусловлен именно этим. Да, ну вот у меня, видимо, опять этот баг. Противный. Да, противнейший баг. Я сейчас подожду еще раз один ход. Возможно, пройдет. Опять же, в прошлый раз я поспешил. У меня так тоже любопытно. У меня повисла одна карта и отказывается меняться. Аналогично. Ладно, мы, наверное, попросим режиссера сейчас включить нас опять ненадолго. Нет, все, у меня отлагало. Супер. У тебя отлагало. У меня еще пока нет. Так что я сейчас попрошу его переинвайтить меня. Здесь у нас открывается чернок... Сикса у нас стартует на Чернокнижнике. На Ирея стартует на Разбойнице. Чернокнижник открывается с яйца на второй ход, на третий. Его и террором сразу же его активирует. Чем ответит у нас на Ирея? Сейчас мы увидим его руку. Сейчас у нас переинвайтят, Роман. Да, да, да. Меня сейчас, надеюсь, переинвайтят. И я присоединюсь к просмотру. Там играется у нас подготовка. Ничего себе, Разбойница у нас расходует карты, отдает потрошение. Ох, как приходится потратиться. Ну и идет сразу же Агент Шру в 3-5, чтобы в размен отправить потом это существо. Здесь у нас для Аксикса есть несколько вариантов. Пока под призывателя Войт Коллера нечего поставить. Поэтому, возможно, это будет как-то... Вау, решает он, блефовается этим своим Войт Коллером. Хотя демонов у него в руке нет. И вот это момент, о котором мы не раз говорили. Ты не знаешь, когда это существо 3-4. Бить его или не бить? Получишь ты на четвертый ход Малганиса с хрипа? Или не получишь ничего? Да, ну вот я сейчас смотрю на карты Нейреи. Вы тоже можете их сейчас наблюдать. И пока что он не ведется. Причем у него есть ЦАП, что очень круто. Потому что вот, вот. Ох, вот это. Этого Малганиса, которого сейчас поставят. Я на тысячу процентов уверен, что сейчас будет разменивать... Здесь еще железноклюв будет у нас. Да, да, да. Чтобы прям вообще на верочку. И Малганис отправится обратно в руку. Вот это очень было важно. Потому что этот ход мог перевернуть всю игру, если бы не было ошеломления. А в итоге сейчас будет очень классный ход для Роги. Потому что Агент Шру зайдет идеально. Можно будет сейчас убить Паука. Кинжалом добрать Сову. В результате сам Агент Шру окажется в относительной безопасности. Нет, он решает забрать Сову и оставить одного Паука. Одного. Скажем так. Но видишь, почему? Но под Жаглера очень классно заезжает разбитие Паукана. Без сомнения. Но опять же, Разбойница, видимо, сделала ставку на то, чтобы не вскрывать Паука до того момента. Пока не будет Веера. Потому что он бы его вскрыл и потом имел дело с этими двумя Паучатами. На которых, опять же, можно сыграть Аргус. Это будет более продуктивно, нежели Аргуса на то же существо 1-2. То есть тут как посмотреть. Да, согласен, согласен. И у Роги закончились карты. Если вы поглядите на эту руку, эта рука говорит о том, что у Роги нет ничего. А подготовочка-то уже была сыграна одна. Соответственно, спринт, спринт. До него еще нужно дожить, его еще нужно поднять. Ну вот, готовится сейчас к Аргусу у нас Ксиксо. И фэн оф Найвс! Очень круто! Но Лодхип! Но Лодхип! Не прочитал этот момент сейчас Нерея. И он сейчас будет платить за ошибку. Ну, я даже не знаю. Действительно, потому что защитник Аргуса есть у нас у Ксикса. Это получается ошибка. Но, с другой стороны, Нерея решил сыграть Лодхипа, чтобы вскрыть Паука. И потом дать хороший, действительно хороший веер. Ну вот, Аргус меняет все. Но его не будет. Будет у нас жонглер, будет главарь Банды Бесов. Ну и... Проблемы, потому что сейчас уже Лодхипа не зачистить. Разве что оба кинжала попадут. Это маловероятно. Сейчас посмотрим. Да, первый уже не зашел. Второй также не зашел. И подставляется сейчас под веер. Очень больно сейчас будет. Причем еще и главаря Банды Бесов. Еще и училка здесь зашла. То есть сейчас можно будет начинать плодить своих товарищей потихоньку. Тут вообще очень мощный ход. Ты Лодхипом убьешь главаря Банды Бесов. С руки добираешь, даешь веер. И на коне. Можно даже с руки джаглера сейчас добрать. Ну так и будет, чтобы его убить. Вот, и училку надо обязательно сейчас будет воткнуть. Что как раз под веер очень классно заходит. Ну тут тоже несколько вариантов решения этой головоломки. Ну вот Найрея думает, вы видели, что он так вроде есть ход. А вроде давай посмотрю другие варианты. Но все же, видимо, будет у нас учительница. Слишком вкусный ход, да? Чтобы его не сделать. Да, просто джаглер сейчас начнет пулять. Вот, вот, вот. Все, замечательно. И... Ох, как хорошо-то смотрится. Здесь еще и шквал у нас для разбойницы. И масло. Есть и потрошение. Масло, это больно. Это 8 маны, которых, между прочим, могут быть действительно полноценными. Ой-ой-ой-ой. И под шквал это просто идеально. Ну и посмотрим, как сейчас будет играть у нас. Скорее всего, будет тратить монету на... Для серии приемов. Да. И... Почему бы и нет? Посмотрим сейчас. Учитывая, что хорошо это заходит. Ну механомасло с высокой долей вероятности упадет на... Атакующее существо. И посмотрим, куда, куда, куда. Нет. Ах, не потерся. Ну, бывает. Бывает, бывает, бывает. В таком случае придется отдавать кого? Либо... Скорее всего, Латхиба, потому что там всего 2 единицы здоровья. И Бумбот может задуть. Да, я думаю, что тоже стоит отдавать Латхиба. Учительницу лучше сохранить. Потому что она тебе еще учеников подспамит. И у тебя будет все замечательно. Она вот сейчас бьет в лицо. Нужно бить Латхибом Бума. Да, пытается... Бьет учеником для того, чтобы урон не потерять потенциально. И, естественно, шквал клинков. Хороший мощный ход. И куда попадут бомбы? Минус ученик. Минус ученик. Отлично. Классно распределился урон для Роги. У Роги, правда, по-прежнему карт не слишком много. Тут есть Малганис. Но отдавать Малганиса просто на растерзание сейчас это... Ну, очень грубо. Тем более, что тут появляется спринт. И сейчас можно вообще использовать спринт и весерей там добрать. Еще и препарейшн. То есть можно в теории... Ударящий в спину. Как хорошо-то. Еще одно масло. Да, сдается. Сдается, Ворлок. Ну, Ксиксу понимает то, что в такой ситуации надеяться не на что. Поэтому 1-0 в пользу Найреи. И хотела я отметить, что Ксикса достаточно импульсивный молодой человек. Вот уже не раз такое на турнире было. Тот же третий Ситсторикап, который освещали. Он... Ну, у него тоже, как и у Найреи, какие-то проблемы на ланах с везением. И у него периодически бывает пригорян. Если Найрея как-то с этим... Ну, он как-то так, знаешь, разводит руками. Ну, бывает. У Поксикса прям видно, что его напрягает. Вот такая вот неудачливость на ланах. Но будем надеяться, что в онлайне у него дела пойдут получше. Но первую свою игру он проиграл. И у нас нереально интересная встреча. У нас два вара. Два комбо-вара. Хорошо, что не маг на великанах. Если вы смотрели группу А, то вы понимаете, о чем идет речь. Да уж. И сейчас... Причем два комбо-вара несколько разных, насколько я понимаю. Потому что у одного есть... Был шилдблок, я видел. Это был Найрея. Да, он рассказывал, что в его понимании как раз-таки комбо-вар с блоками щитом и мощными ударами щитом гораздо более сильный, нежели комбо-вар без этих карт. Потому что это дополнительная ремовала, это дополнительная жирность и возможность выжить против агроклассов. Вот сейчас Найрея очень грамотно взял пушку, потому что понимает, ломать ее нечем. Соответственно, тот же Берсерк, который там выйдет... Да. Хорошо, хорошо. Наращивает он преимущества. Здесь и без проблем справляется с Берсерком. Получает дополнительную карту с Собирателя. Еще и Гномка идет. Да, хороший добор карт пока что. Но очень крутые пушки имеются в наличии сейчас у Ксиксу. В смысле, что их две сразу же. А, Ксиксу также играет с шилдблоками. Похоже, у них одинаковая дека. Возможно, отличие в одну-две карты. Да, но и будет ли сейчас Слэмом бить своего служителя Боли? Нет, нет. Просто Арморап. Вот так вот интересно поступил Найрея со своим Акалитом. Ну, здесь, не раздумывая, просто идет патрон, идет внутренняя ярость. Ох, какой агрессор. Сейчас еще и будет отдавать хрип с укусом. Ну, тяжело чистить четырех патронов воину. Комбо-вару действительно очень сложно. Справится ли с этим сейчас у нас Найрея? Найрея может забрать трех из этих парней. Нет, 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 двух пока что. Да, через Берсерка и женщину с рывком. Ну, или же с руки может добрать и дать в одного мощный удар. А, там же еще и на Рейдж есть. Он трех, он может убить троих, да. Нет, здесь достаточно много вариантов. Но, опять же, нужно сконцентрировать внимание не только на том, чтобы зачистить, но еще и оставить себе карты, чтобы потом каким-нибудь образом выиграть. Будет у нас командир. А если командир сейчас у Ксиксу? У него нет командира, и следующий ход может быть крайне слабым. Потому что будет просто один патрон. Ну, глядя на четырех патронов. А будет один патрон. Если сейчас Найрея поступит так, как я изначально думал, то... Ага, он через служителя Боли решил сыграть. Взять побольше карт. Здесь внутренняя ярость идет на служителя Боли. Ну, ищет еще, но он необходимая карта, чтобы хоть как-то выигрывать. Нужно же еще оружие отдать. Да, избавляется он сейчас. От патронов остается всего лишь два. Император. Укус, наверное, будет более приемлемым вариантом. Да, нужно убирать... Хотя он может поставить Императора. Он может поставить Императора, может разменять одного из патронов. И просто сделать себе чуть дешевле Берсерка, пушку. Ну, учитывая, как на Императора реагируют, да, всегда. Побыстрее его убить. Как красная тряпка. Да, да, да. Но все-таки десбайт. Ну, видишь, ценность патронов... Перевесила жадность. Мне кажется, оверрейтед, если честно, сейчас ценность патронов. Потому что они оба сейчас упадут. И... Очень получается в итоге неплохой ход. Да, это десбайт, шилдблок, шилдслэм. Или же просто арм. Это будет просто прокрутка. Ой, ну, в смысле... Да, да, я имел в виду, что шилдслэм через броню. Так что... Ход получился крайне эффективный по мане. И у Вара теперь нечем... У Ксикса, да, он отдал патронов. Ксикса, да. Он прилично отдал вот всю эту раскрутку. Причем он сейчас просто на халяву отдает Таурисана. Если он сейчас его ставит, то Найрея совершенно спокойно его десбайт избрит. Причем раскручивается еще и со своим патроном. Сейчас будет просто противоположная ситуация. Потому что сейчас будет спамить своих патронов уже Найрея. И у Найрея есть более выгодная раскрутка. Потому что там, помимо Хрипа, Сукуса, есть еще и Вихрь. Но сейчас маны не хватает на нормальную раскрутку. То есть разве что через Берсерка. Может быть командир, просто не знаю. Командир, патрон. Командир, Берсерк и Слэм, возможно, предварительный какой-то. Вот появляется Экзекьют. Хорошо, действительно. Очень хорошо. Решил он не крутиться просто так, а целенаправленно. Знаешь, такое чувство, как будто он знал, что он достанет Экзекьют. Ну да, да, да. Такое, типа, замечательно. И ждет для максимально эффективного батлрейджа сейчас. Очень хороший, кстати, сейчас Громош может быть. Это может быть вообще Летал следующим ходом, если что. Если не найдет у нас контроля. А, это уже Летал, лол. Двенадцать. Не-не-не-не. Нет, 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 еще нет. Шестнадцать. Четыре не хватает. Броня, броня мусолит. Я думаю, где Летал? Да, я тоже смотрю, мол, девять маны, все так классно складывается. Но это на минус шестнадцать. И... Харрисон! Боже мой! Что он творит? Я честно признаюсь в легком шоке, потому что Харрисона Джонса в комбо-варе мы с тобой еще не видели. По крайней мере, в рамках Астроладера. Да. Ну, это Нарей, он... Еще тот! Любит адаптироваться просто под противника. Так, что, какие варианты? Надо по-любому убивать Громош. Для того, чтобы это сделать, нужно, естественно, нанести восемь единиц урона. Восемь единиц урона, кроме как через Берсерка, я не думаю, что есть возможность нанести. Ну, он, может, будет крутиться у нас с патронов. Да, это будет Берсерк. Ну, ты не нанесешь восемь единиц урона через патронов. К сожалению, к сожалению. Приходится сейчас очень много всего отдавать, чтобы избавиться. Ну, он сейчас может много карт надровать. Он это и делает. Проверяет, не будет ли у него экзекута. Экзекюта нет. Нет, мне повезло. Совсем немного. Ну, здесь ничего не поделаешь. Приходится тратить Берсерка. Сколько он всего потратит? Нереально. Не, ну, он с Патл Рейджи хорошо карт добрал целых три штуки. Если сейчас заедет командир, ну, рано или поздно командир должна заехать, то тогда к Сиксу будет очень близок к Леталу, потому что Берсерк уже есть, Берсерк дешевый. Нет, правда, чем подраскрутиться. И вот он сейчас раздумывает над тем, стоит ли тратить сейчас заряд удара. Да, решает он идти и играть агрессивно. Отдает. Кстати, хорошо, что он сейчас оружие отдал, потому что теперь Харрисон Джонс абсолютно юзли для Нейреи. В виде Тиксиксов что-то помахал головой, показалось ему, что это ошибка. Ну, не слишком эффективный ход, вот почему он так сделал. И надо ставить, наверное... Нет, 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 не хочет он ставить так. Максимум брони. Он ставит патрона? Это был бы норм вариант, на самом деле. Или же собирателя, а потом следующим ходом добраться надсмотрщика, чисто гипотетически. Вот сейчас он об этом думает. Или Харрисон. Харрисон там еще есть что ломать, вот в чем дело. Там еще два фариуракса в руках, и один он, скорее всего, поломает прямо сейчас. Улыбается, улыбается Нейреи, а такой, так, отдавать Харрисона или не отдавать? Хочет, хочет, задровывает, но, блин, ты даешь лишнюю атаку Берсерку, это будет пятое. Это восемь с фариураксом. Думает, думает, он прям видно, видно, что задумался. Такой, так. И да, не стал он ходить. Экзекьют, бесполезный. Да, немного как-то не к месту. Эта карта сейчас... А на Нейреи бы экзекьют сейчас пригодился, определенно. Сейчас будет возможность задровывать лишних две карты с... Одну с лутхордера, да, одну с Харрисона. Еще один таскмастер. Ну, Берсерка он уже убил. Через двух таскмастеров и Вирл Инд, это возможно. То количество брони, которое настакал оппонент, оно не важно абсолютно. А вот и блок щитом заходит на Ирея. Ну, надо ломать оружие. А сто процентов? Нет, он берет шилдблок, потому что более дешевый. И шилдслэм! Здесь хорошо заходит. Это Харрисон, дополнительная карта. И мощный удар щитом в 5-3. Избавляется он от опасности. И вот хватит ли ксикса ресурсов, чтобы его убить? Честно, я сомневаюсь. Уже нет командира одного, уже почти ничего не осталось действительно из финишеров. И он сейчас будет, конечно... В поиске. Да, как-то дровать карты. Еще одна гномка. Да, но он... Так ты же не сможешь добить Харрисона, лол! Почему? Экзекьют за ноль. А, экзекьют надо за ноль, точно, точно. Не привык, да, еще к экзекьюту за ноль? Эти экзекуты халявные. Да вообще жесть. Пофиксить срочно императора. Вот, кстати, экзекут. А тут сейчас пойдет раскруточка своего рода. Да, back to work. Жаль, что без командира, к сожалению. Это было бы просто божественно. С командиром это было бы действительно очень круто. Ох, брони. А брони сколько он нас сейчас берет? Вот на броню... Броня это последнее, про что думает сейчас Нейрея. Его задача не скуклиться за ближайший ход. Просто не умереть. Да, зашел BGH, который опять же юзлис. Ну и есть служитель боли, с него можно будет еще побрать карет. Да нельзя. Ну хотя бы одну. Ну хотя бы одну. Одну, да. И ситуация для Ксиксо совсем не завидная. То есть идти раш в лицо это плохая затея. Ну он может от трех патронов избавиться, отдать оружие, даже больше. Отдать оружие, отдать существ своих. Да, армора при этом конечно будет достаточно, но патроны они остаются. И как раз вот воин это тот класс, которому вообще нечем от них избавляться. Если их будет тьма... Конкретно да, никакой потасовки в подобном Варе нет. Я не удивлюсь, если у Нареи есть одна потасовка, вот серьезно. Ну глядя на Харрисона Джонса, все может быть. Ну вот по факту, да, по факту ситуация крайне неприятная. Причем вот остается еще... Вот пытается как-то убиваться по максимуму. Да, да, да. Остаются существа для разгона патронов, вот в чем проблема. То есть нет существ с атакой 3 и больше. Проблема у Варереи почти закончились карты. Да, пошел Таскмастер. Ну и то, скорее всего, пойдет сейчас в атаку. Да, кстати, а сколько у них там карт у Нареи? Одна карта и 10 карт у противника. 10! Подровался, подровался Нарея хорошенечко так. Ага, вот так вот решил сделать. Очень любопытно. Просто качаем Берсерка. Берсерк... Главное не перестараться, потому что перекачанный Берсерк это... Это привет, опытный охотник. Ну и хорошо, хорошо. Сейчас у нас Берсерк заходит, 5-4. Ну и, боже, найдет ли к СИКСа выход. Смотрим. Патрон. Патрон, бесполезный патрон. Да. Три бесполезные карты в руке. Даже тот же Служитель Боли не выглядит так приятно. Это же дополнительные карты. Даже не так, дополнительные патроны твоему оппоненту. Ну и ставит собственного. Здесь он будет... Забирать патрону. Да, вот для Нарея сейчас очень важно не биться лицом об юнитов. Потому что у него сейчас начинается фатик со следующего хода. Что тут... Дэсбайт! Очень круто! Он очень не хочет трейдить патрона в патрона сейчас. Потому что тогда он останется без патрона. Без Берсерка. Ставит. И ударится ли он лицом? Ударится ли он лицом? Это самое главное, о чем можно сейчас спросить. И здесь Император. Не особо полезный. Он ставит что-то пожирнее, потому что понимает всю ущербность патрона. Здесь у нас наверняка будет смена оружия. Хотя армор как хочется прожать. Да, вот он и нажимает этот армор. Армор может быть решающим. Потому что в следующий ход эти две карты будут дешевле на единицу. Что даст ему возможность лишний раз нажать арморап. То есть этот момент он также прочитал. И что там зашло? А, ну это Макалит. Это Таскмастер, который даст возможность задровать. И опытный охотник, чтобы убрать Берсерка. Ну и скажу, что теперь все совсем плохо для Найреи. Потому что финишить у него почти нечем. И пошел у нас уже минус армор. Финишить-то ему нечем. Это так. Но все равно есть патрон и будет с укуса вихрь. Он сейчас думает, кого бы лучше пробить. И надо чистить стол. Да, да. Определенно нужно чистить стол. Несмотря на fatigue damage. Просто будет пытаться побеждать существами своими. Да, у воина не так много существ. С высоким показателем атаки. Тем более пошел Battle Rage. Из Battle Rage. Это у Калента вчера так на комбо варе не заходило, что у него эти командиры были чуть ли не последними картами, эти дамочки. А тут осталось тоже всего лишь три карты. Победитель по жизни, Ксикса. Но ставить сейчас командира крайне невыгодно. Потому что ты убьешь, допустим, сейчас Таурисана одним из командиров. Но при этом товарищ двум патронам крутится уже. И здесь остается три карты всего лишь для Ксикса. И боевая ярость в руке. Ищет еще что-то. Вертушка. Как же все плохо. Вот вы видите ухмылку на лице. Он все понимает. Так он уже к этому привык. Знаешь, мне кажется, что этот человек познал просто все невезение Хардстоуна. Но тем не менее, это... Как он стал известен? Это тот человек, который чуть ли не на всех серверах умудряется брать первым легенду. Он, по-моему, первый рекордсмен по легендам на всех серверах. Возможно. Первые двое-трое суток берет легенду на Европе. Ну, а там уже переходит на другие сервера. Две единицы фатика тем временем получает. И продолжает бить физиономию. Нужно плодить патронов, скорее всего. Или еще не нужно? Нет, просто будет пытаться финишить уже следующим ходом. Хочется сделать патроны лишнего. Очень хочется. Руки чашутся. Алчные глаза. Руки чашутся. Надо сделать патроны, но... Считай, считай, считай. Вот, вот, да. На пальцах причем. Ну, это правильно, правильно. Кому как удобней. Да, все-таки. Все-таки. Ну же, ты же направил. Ты же решился. Да, сомневается. Очень сильно сомневается сейчас Женя. И все-таки бьет в лицо. Решился. Да, пошла вертушка. Появляется лишний патрон. Everyone get in here. И суперспособность Таури Сана на пустую руку. И Inner Rage. Что же изменит этот Inner Rage? Давайте поглядим. Inner Rage позволит... Погоди, погоди. Нет, нет, нет. Все равно весь стол не зачистить. Эти патроны как заноза. Остается один патрон, который, скорее всего, и выиграет катку. Или еще не выиграет. Пока что еще нет, скажем, победки. Надеяться на последнюю карту в руке сейчас крайне неприятно. То есть можно забрать Таури Сана, оставив всего 6 урона на столе. И просто надеяться на ласт карту. Либо же попытаться действовать сейчас. И также надеяться на ласт карту. Ну, здесь еще и внутренняя ярость есть. Плюс вихрь. Можно будет забрать. Просто на одного командира внутреннюю ярость. Забрать. Патрона фулового и прожать армор. Ну, этот ход, мне кажется, совсем малоэффективным, если честно. Ну и сейчас 8 урона. Есть у нас у Найреи. И будет ли этого урона достаточно? Все зависит от того, кого он решит оставить. Он должен оставлять патрона, потому что там осталась, естественно, вертушка. И Таури Сан погибнет. Я думаю, что он вообще пойдет полностью всем в лицо. Он только что получил 3 урона. Следующий ход это будет 4 единицы. Да, он правильно поступил. Все-таки разменялся. Очень правильно поступил. А моя божь радность пошла в лицо. И тут 2 вертушки. Посмотрите на Ксикса. Да. Я же говорю, что этот человек познал все. Вихри последними картами. Командиры последними картами. И просто этим последним воином-патроном Найрея будет грызть. 4, 5, 6. Это 3, 4. Нет, не умирает. Не умирает Найрея за ближайшие 2 хода. А вот у Ксиксов будут проблемы. Да, сейчас идет вот этот Fatigue War. 5 уже дэмэджа. Следующий ход будет 6. Да, мне сказал только что Эггимин Бетс, что завершился прием ставок. Да. И это будет гуд гейм. Улыбается Найрея, потому что матч, конечно, получился 1 единица здоровья. Ничего себе, хорошая игра. 2-0 в пользу Найрея. И вы видите, Ксикса думает такой, ну, я вообще, в общем, думал я о вашем Комбоваре. 1 единица здоровья. Просто отличная игра. Да, в итоге 2-0 за Найреей. Силен, силен. Не зря мы с тобой не могли успокоиться на DreamHacker. Рассказывали, что этому человеку не везет на ланах, но какой же он сильный. Ксикса не везет больше. Вот в чем сон. Встретились, встретились просто. 2 анлакера, да, они наконец встретились. И последняя колода Найреи это Малфурион или Друид. Друид, обычный, дефолтный, насколько я понимаю, Друид через Камбу и Денина Ксрамаса. И такой себе, я так понимаю... Демона Зу, чернокнижник. Демона Зу, да, чернокнижник, все верно. Немного агрессивный Демона Зу, чернокнижник, потому что видим Волка. Возможно, здесь даже 2 копии Огненных Бесов, вот этих 3-2. Ну, посмотрим. И Шейда первым ходом. Против чернокнижника это очень сильное начало. Учитывая, что у тебя гнев есть, это ремувал. Это неплохо, правда, продолжение никакого нет. Сильвана слишком тяжелое. Да, боже мой, отстаньте от меня. И Гейминг Бетс. И Гейминг Бетс, ладно, сейчас будет немой ход, и я разберусь с ним. Сейчас какие есть варианты с зачисткой этого яйца? Стоит ли, во-первых, его вообще зачищать? Да, решил, что стоит. Правда, отдаст он свою тень с помощью бронящегося сержанта-оппонента. Ну, как-то на тень было потрачено озарение, и так эта тень умирает просто бесславно. Жаль. Но по мане получается вроде как не совсем эффективно. Мне здесь можно вообще яйцо сыграть, а следующим ходом, не знаю, жизнеотвод накрутить. И с помощью бронящегося вскрыть яйцо, чтобы было более продуктивно. Да, 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 вот это, скорее всего, сейчас и обдумывает Ксиксу, потому что если сейчас он ставит просто абузи сержанта, то он тупо умирает следующим ходом. Ну да, это получается, честно говоря, так себе. Ну, против друида, когда ты играешь, это действительно так себе. Ну, опять же, ты ставишь яйцо. Класс. Но ты можешь нарваться, не дай бог, там на хранителя чаще. С помощью озарения какого-нибудь. И весь твой план капкан. А вот и хранитель чаще. Хорошо, хорошо. Иметь хранителя чаще против подобного чернокнижника, это очень важно. Главарь банды бесов. Я вчера играла, после нашей трансляции закончили мы достаточно поздно. Ну и в русской озвучке забавный этот главарь банды бесов. Так противно, противно орёт. Они же бесы. В оригинальной озвучке он всё-таки поприятнее будет. Так, смотри, сейчас над чем размышляет Нейрея. Над тем, стоит ли тратить сайлент скипера сейчас, для того, чтобы предотвратить спаун импов. Но ты рискуешь нарваться на имплоужен в любом случае. Или же на яйцо у тебя не будет под контролем. Или же на призывателя, вот колера. Или же ещё на какую-то ерунду. То есть, вот эти хранители чаще слишком цены у друида. Да, и Big Game Hunter тратить просто так не хочется. Малганис. У тебя не будет контроля на Малганиса. Поэтому здесь у нас идёт гнев. И добирает друид. Да, да, да. Ну не так уж и плохо. Он с помощью своей способности героя с этими бесами будет воевать. Или же поднимет размах. Причём нет цели под имплоужен, что немаловажно. Вот у нас появляется сейчас Void Caller. И возможно как раз Void Caller сейчас отхватит сайлент. Вот как раз свайп. Паркош, размах. Если бы сейчас Нейрея потратил свайп на Void Caller. Это было бы просто 1-3 на столе. Самый продуктивный. Оуу, а это тоже очень даже неплохо. Сейчас Void Terror может очень плотно покушать. Здесь яйцо поставить рядом с призывателем. Разменять хранителя и съесть 2 этих существа. Да, хранителя уже потратили. Соответственно сейчас через Power War Welming можно было бы разыграть. Но он не хочет чересчур сильно накручивать, судя по всему. А, ну да, яйцо, яйцо. Такова ли была задумка? Ну видимо пытается играть он сейчас вокруг размаха. Поэтому съедает не 3-2, а Беса и яйцо. Потому что теперь размах не будет столь продуктивен. Хорошо, хорошо ксикса вокруг размаха. И тут Сильвана. Очень мощная Сильвана в данной ситуации. Не глядя. Ну это да, это действительно Сильвана почти считаю. Автоход. Ну и какой сейчас ход у нас будет у Чернокнижника? Вариант накрутить жизнью отвод, посмотреть что зайдет. Или подспамить существа с беспощадного взрыва и прикрыться провокатором. Нет, все-таки ищет. Ищет у нас. Сайланс не находит. С такой себе, да, идет полу-олынчик. Ну это просто все на стол, бью лицо, ничего не вижу. Ага. Ну и у него это получается, потому что он 2-1 до 14 здоровья. Еще один кипер. Но мало маны. Было бы сейчас на 1 единицу маны больше, мог бы получиться очень такой интересный ход. Потому что ты бы убил Войт Колера, свайпом бы подчистил провокацию. А Сильваной бы ударил кого-то в лицо, скажем. Да, сейчас для друида очень неприятный ход. Чуть больше бы маны, да, хорошо бы зашел тот же лазурный дракон с размахом 5-2. Да, да, да. Ну и яйцо стоит. Вот хорошо открылся Ксикса. Ксикса вообще за такие деки умеет играть? Он помимо того, что он профессиональный фуисхантер, просто хантер. Профессиональный? Ребят, сейчас не бросайтесь с тапками. Я уже слышу выстрелы в фотографию Ксикса или броски там дротиков. Он еще один из лучших зоолоков, еще в то время, когда зоолок был очень популярен. Это же просто какой-то рак. Просто... А, у меня опять баг игры я поймал, поэтому скорее всего опять. И здесь у нас организовывает Ксикса летал. Берет вот свою первую игру 2-1. Причем там еще и с волком был запас в 2 единицы по дамаге. Но игра, к счастью, закончилась. Я про баг игры. Друидов не любит почему-то Хардстоун в плане Абзервинга. И 2-1. Действительно, 2-1 становится счет. Но тут слишком высокий темп был у Варлока. Если бы карты были, скажем, не столь мощны в early game, то Друид, скорее всего, вытащил бы. Ему действительно не хватило там одной единицы маны. Он бы тогда поставил кипера, заюзал свайп, более выгодно разменялся. Осталось бы очень мало существ на столе. Сильвана, которая бы гарантированно что-то украла, она с 1 хп бы осталась. И кто знает, как бы там дела обернулись в итоге. Ну вот у нас стартует. Комбо Вар. Комбо Вар от Ксикса против Друида Найреи. Давайте посмотрим на руку Найреи. Здесь у нас опять тень. Очень сильный Wild Rose. Он, скорее всего, сейчас даже через монетку его потратит. Да, конечно, чтобы потом реализовать тень. Вот этот звук прикольный. Сразу же прожимают. Неплохо сыграно, потому что буйный рост Друида. Это уже значит, что преимущество на стороне Друида. Тень. Ну, Друид по факту сравнялся в плане маны. Мы говорили об этом в начале, кажется, игрового дня. По поводу того, что Друид ходит первым, когда и получает буйный рост. Это очень неприятно, потому что он тебя по дефолту на единицу маны опережает. Вот и сейчас, мы видим, продолжает. Убирает одну из основных угроз сейчас Друид. При этом потратил всего лишь способность героя и гнев. Да, очень дешево отделался. И качается тень. Тень качается. Тень убирать у воина нечем. Инвизную тень, конечно же. Поэтому тень сейчас начнет, возможно, выгодно размениваться. Ну, конечно, против Вара отправлять эту тень в размен, это идея. Ну, вот, знаешь, честно, так себе, потому что... Сейчас будет прикрытие. Вот, вот, тень. Вот это да. Теперь уже ее нечем пробивать. Если у тебя нет вертушки экзекута, а вертушка экзекут есть, даже с Акалитом, кстати, кстати. И в итоге это супер мощный ход для воина. Потому что здесь еще и от провокатора избавляется Вар. Он чистит все. И смотрю я сейчас на лицо Евгения. Он такой... Ясно, хорошо, уговорил. На Сильвану лови их. Отбивайся еще раз. Тут просто будет трейд всех существ и... Перед этим еще боевую ярость прожать. Ох, как хорошо. Три кричи, это очень мощно. И еще одна боевая ярость. Я уверен, она еще одна пойдет в ход. Здесь можно просто внутреннюю ярость. Больше гад. Чтобы не получать урон лицом. Ну, ищет Таурисана. Если сейчас заедет Таурисан, то на такую руку он будет нереально крут. Нет. Ксикса не находит Таурисана. Разменивать нужно Сильвану сейчас. Может, найдет так еще. Нет. Не сегодня, прости. Да, вот с такой рукой Таурисан, это все, на что ты надеешься. Вынужден тратить заряд оружия для того, чтобы не овердронуться. Угу. Так, тут есть Севедж Рор и будет искать сейчас карты. Дерево, дерево, дерево. Нужны пеньки. Нужен темп. Нужна агрессия. Ничего нужного себе не находит у нас друид. И здесь у нас, привет, патрон. Есть там внутренняя ярость, еще можно закинуть мощный удар щитом. Допустим. Хотя нет, здесь хорошо зайдет вихрь и экзекьют. Это дерево. Но у друида есть чем почистить стол. Вернее, почти есть. Один патрон все-таки стоит. И это серьезная заноза. Но это будет сколько? Это будет 10 маны. Этого хватит. Этого хватит, чтобы почистить. Нет, не хватит. Лол. Этого не хватит. Действительно. Здесь еще есть озарение. Дракон плюс размах можно реализовать. Но патроны неудобны именно поэтому под друида. Потому что размах друида даже усиленный. 5-2. Патроны 3-3. Просто плодятся и радуются жизни. Именно. Это как раз то, чего ты опасаешься больше всего. Ну и под патронов подставлять того же живота, чтобы он обслись. Потом спамил еще своих патронов. Сейчас будет руками просто зачищать на Ирея. Отдает гнев. Да, да, да. Два существа. 4-4 сейчас он ставит. Это неплохо. Это сильно. Но можно умереть случайно. Прямо сейчас. Если там есть берсерк. Берсерк там есть. И там есть командир. Это очень неприятно. Здесь еще и слэм, который можно бросить. Собственное существо. Все это прокачать. Заехать в лицо. Ну и как-то у нас сегодня потные игры не находишь. Сегодня никто не хочет уступать. Это 20 урона. Единицы урона не хватает. И все-таки, все-таки. Хорошая крича. Очень хорошая. Это 3 атаки. Не дает возможность раскрутиться патроном. А вот это плохо. А вот это отвратительно. Потому что берсерк только и ждет. Чтобы это все съесть. И прокачаться. Пойдем сюда. Сейчас 3 урона не хватает. Долетало. Еще дополнительная атака. И получи распишись. Да, друиду очень тяжело. Мне реально тяжело. Оппонент. Оппонент. Не его. Вот честно. Оппонент действительно не его. Ну да. Это КГ. Чисто по зачисткам хотя бы. Я могу видеть. На. ФКГ. Пеньки. Пеньки бы исправили положение. Буквально ходом ранее. Если бы под этим иннервейтом. Если бы под иннервейтом заехали бы пеньки. Он бы походил там на 8 ход. Через иннервейт потратив лишнюю ману. Но бог с ней. В итоге бы получилось так. Что он почистил бы полностью стол. Да, у него там ничего не осталось. Ну и... Ладно. Это друид. У него зачастую стоит 1-2 кричи. Больше нет. Ну и начинается решающая пятая карта. А вот и пеньки. Только для Ксикса. Да. Друид-друид в итоге. Тут сходу комбо. Я сразу хочу сказать, что я не люблю, когда исход встречи решается в Мирроре. Особенно в Мирроре друидов. Потому что у кого первого буйный рост, кто первый поставит тень, кто вовремя задровывает древо мудрости, тот и в большинстве случаев побеждает. Пока нет ничего из вышеперечисленного. Ну, древо есть, но пока его не реализовать. Так что посмотрим. Пока старт у них ровный. Только хотя бы за счет маны. Количество маны. Такс, ну и что там Ксикса? Обмен любезностями просто от игроков. Улыбаются они оба. Видимо, не раз они сталкивались на турнирах, а это действительно так. Мирроре друидов, он реально очень мерзкий. Просто. Избиение, убийство ложкой просто. Да, тут уже извиняются все. Ладно, главное, чтобы они не мьютили друг друга, потому что такое тоже бывает. Здесь у нас наконец-то идет активная игра от Ксикса с монетки Крошер. В ответку тоже наверняка пойдет Крошер. Одно и то же Крошер. Крошер у Ксикса. О, буйный рост. Хотя здесь лучше сыграть Хранителя чаще. Конечно, конечно. Тут намного более эффективно. Отличная цель. Причем ты своего Крошера вскрываешь до того, как его засалят. А ты теперь поймала тот самый баг. Ту самую баг уличку. Который я говорил. Ну, главное, что на трансляции не видно. В смысле не видно? Видно все. И мой, и я тоже. Короче, друиды у нас поломанные вообще. Вообще ломанные друиды. Срочно надо написать. Я сейчас пишу своему. Мне тоже. Да, ну, ты сделай это. Подожди, подожди. Ты пока еще не делай. Я сейчас к своему перезайду. Что-то можно было смотреть. Я уже перезашел. Чтобы мы не теряли эти игры. Да, да, да. Вот. И мы продолжаем смотреть. Ну, это друиды и Хардстоун. Я должен сохранить карту. Боже мой. Хватит кастовать киперов. Они постоянно ломают эту игру. Бам, бам. Еще киперов. Нужно больше киперов. Сейчас я перезахожу. Так, давай. Отлично. Что-то ломают, ломают в последнее время. Это, наверное, с потасовкой, не с потасовкой связано. Это просто связано с Observer Mode. Да вчера же не было вроде такого... В смысле, вчера не было друидов. А, вот оно что. Все дело в друидах. Да, ну, я думаю, что мы твой экран тогда будем смотреть уже до конца игры. У тебя там, я смотрю, киперов нет. Так что все норм. В принципе, Нарея тоже уже киперов потратил. Просто не хочется мучить игроков постоянными вот этими инвайтами. Они сосредоточены на игре. Просто не хочется отрывать их. Надеюсь, дальше друидов не будет. Просто, чтобы не мучить игроков. Не, вчера, признаюсь, в группе А друидов было не так уж и много. Так, ну и смотри, что у нас тут получается. У нас, получается, задровал карт в семинаре, а при этом оставил Таурисана. Нет! А пускай стоит! Пускай стоит! Да это комба, дешевая комба. Она уже стоит 7 маны. Если он сейчас еще себе задровывает еще один сэвэйдж рор, то это комбинация на еще лишних 8 урона. То есть это 22 демджа. Здесь играет сейчас комбок сикса, чтобы просто зачистить стол. Вот именно для этого... Слушай, ну это совсем как-то дерзко, если честно. Он понимает, что Таурисана типа почистить нечем. Поэтому он его максимально защищает. Ну и что выгодал у нас на Ирея за счет вот такого вот своего хода? Здесь идет дракон, здесь идет пи... Вообще игнорирует Таурисана на Ирея. Нетипичная игра. Совсем нетипичная. А вот здесь лодхип, который может сломать тигру на Ирея. Просто не прожмешь комбо. Ну да, эйжур, лодхип, это было бы неплохо. Ой, древо мудрости, это за 5 красота. Изрыгатель за... Ох, хорошо. И свайп, топ дик просто. Ну и по-моему, на Ирея поплатился за то, что все-таки не убрал Таурисана. Да, дракон за 3, это халява. Доктор Бум за 5 и древо за 4, как тебе? А, ну сейчас, конечно, будет чистить тоже через дракона и свайп. Или... Там еще Талос в придачу есть. Может, как-нибудь по-другому сейчас размахнется у нас на Ирея. Ну вот, не думаю, что есть какие-то опции. Свайп, конечно же, хотелось бы под Бумботов оставить, но Бумботы такие достаточно рандомные существа. Сейчас призадумался Женя. Ну да, на решающей карте вот так вот дерзко играть. Просто под размах попасть вот так вот неудачно. Это, конечно, неприятненько. Ну да, так можно почистить стол целиком и полностью. Но сколько же он всего отдал? Это и размах, и бит. Ну сам виноват, как говорится. Привет, доктор Бум, привет, Лодхим. Бум, Лодхим за один ход. Вот это нормально. Или древо, например, и Бум. Как тебе есть... Ох, как же меня эти друиды-то... Посмотри. Да, очень жутко. Видишь, да? Красота неописуемая? Неописуемая красота. Кто из нас будет задалбывать людей теперь? Я думаю, что не будем мы мучить игроков, потому что все решится буквально несколько кристаллов маны. Ну да, тут финиш уже вот прям готов практически. Осторожно играет. Смотри, совсем осторожно. Белчер и тень в итоге. Это просто потрепать нервы. На Ирея уже. Смотри, сколько я могу поставить за один ход. И изрыгателя, и древа, еще и тень влеплю. Ну как тебе? Будешь еще Таурисана оставлять на столе? У нас с Таурисаном неплохо получилось. Тут, кстати, гнев на пять. Так-то. Отличный гнев. Уходит у нас древо. Все картами заставлено. И у меня я пытаюсь углядеть, где же здесь что. Ну и даже можно избавить оппонента от дополнительной карты, сыграв хранителя. Я с ностальгией вспоминаю Миракл Друидов. И опять! Очередной классный размах. Ну тут опять такой топ-декинг и рейкинг. Да, я уже жду реакции на Ирея. Он уже, кажется, все понимает. Да, он уже все. И следующим ходом у нас уже Ксикса будет заканчивать эту игру. Да, Женя, конечно, рискнул с Таурисанчиком. Сам мы в итоге оказался виноват. Можно, конечно, поставить Белл Чаротень. Это немного сдержит натиск противника. Но там есть Кипер. Кипер это гейм. Да, действительно, это ГГ. И наше поздравление к Сиксу, который после... 2-0! Сделал 3-2! Хорошая игра! Да, и вот так вот у нас получилось. Да, извините, друзья, за подобные вещи. Но это даже не нам надо извиняться, наверное, ребятам из Blizzard, которые не могут спектатор мод нормально настроить. Но будем надеяться, что в скором времени все проблемы решатся. И мы будем с удовольствием наблюдать за матчами без каких-либо проблем и багов. Да, а у нас на очереди уже... Виннерам! Виннерам, да. То есть рекламная пауза будет сейчас несколько дольше. Сейчас турнирная таблица обновится. Вы увидите, что Ластов и Сиксу будут играть. И внизу у нас оказывается Нарея и Оранж. Вот это будет очень любопытно. Так что, ребят, никуда не ухотите. У нас небольшая рекламная пауза.